Василий Макарович, я сегодня без цветов пришла. Как к доброму знакомому каждое лето к нему приходит Любовь Казарцева, писательница и одна из участниц Алтайского клуба шукшинистов. Обычно эти визиты коллективные, но из-за пандемии ездят по отдельности, чтобы прочесть стихи любимому автору. И на свидание к Шукшину, в исповедальный рейс шагну, на главную в России гору. Здравствуй, Василий Макарович. Шукшину она благодарна. Говорит, спас ее, когда она жила на севере и работала в библиотеке. И приходит роман газета, где опубликованы рассказы Шукшина. Я читаю рассказы, я будто вот на родине нахожусь. Я же филолог. Все эти народные выражения, там вот эти какие-то подколки. Это все мое, все родное. Вот Шукшина. Это вот была такая встреча, будто я, ну, брата родного повстречала. Зачитывалась его творчеством, находила душевный покой, радовалась его растущей популярности. И прекрасно понимая его, как земляка, любовь злилась, когда смотрела спектакли по Шукшину. Говорит, они не могли передать всю атмосферу его произведений. Я злилась страшно. Почему я злилась? Потому что они совершенно не понимают алтайского говора нашего. И произносят не те ударения, не те акценты ставят. Да нет у нас таких, у нас мягче народ. Ну, то есть Шукшин научил меня смотреть на людей, различать их под внешней их оболочкой, различать их внутреннюю суть. Шукшин продолжает вдохновлять. И я еще раз хочу сказать, что Шукшин, он как космос. Не познаваем с одного шага. Его нужно открывать, открывать и открывать. Меня, конечно же, поразило то, что природа устроила для этого человека. Ведь вот этот пикет, он как будто специальный проект природы для того, чтобы здесь состоялась всегда Шукшинская, не только атмосфера, но Шукшинский форум какой-то. Желающих узнать о жизни и творчестве Шукшина меньше не стало. Поклонники и почитатели и сейчас приезжает в знаменитый музей-заповедник Василия Макаровича. Особенно интересно гостям было и остается письмо матери Шукшина Марии Сергеевны, уже покойному сыну. В нем скорбь и отстраненность от жизни. Мария Сергеевна на пять лет пережила Василия Макаровича. В течение пяти лет, ну, по состоянию здоровья, она не могла часто летать в Москву, на могилу. Она стала писать ему письма. Это письмо, одно из писем представлено в экспозиции. Без слез это письмо просто читать невозможно. Оно вызывает трепет уважение к матери Василия Макаровича, как к человеку, которая, ну, воспитала сына. Личные вещи Василия Макаровича, его рукописи, знаменитая рубашка из фильма «Калина Красная», как свидетели целой эпохи, прикоснуться к которой едут тысячи человек. Проникнутая атмосфера жизни Шукшина с Ростки манят творцов 21 века, но этим летом они не соберутся на горе Пикет. Все вместе встретятся онлайн, но в Сростке люди все равно едут. Погулять в одиночестве у памятника, подумать о жизни, наконец купить главный кулинарный сувенир. Несмотря на то, что шукшинские чтения не пробудят на Алтае в этом году, Росткинские знаменитые пирожки были, есть и будут. Шукшинские дни на Алтае 2020 проходят онлайн сразу на нескольких интернет-площадках. Это и запущенный 1 июля конкурс о Шукшине высоким слогом, и онлайн-лекции, посвященные Василию Макаровичу на базе ВГИКа, который Шукшин закончил ровно 60 лет назад. Никита Ромаков, Александр Антропов. День с толком. Субтитры создавал DimaTorzok